Добрый день! С вами профсоюзы Союз Сильных. 24 сентября мы отмечали праздник – День профсоюзов Татарстана. В рамках празднования Федерация профсоюзов провела научно-практическую конференцию. Тема ее проста и сложна одновременно – охрана труда. В профсоюзном календаре 24 сентября занимает отдельное место. Раньше это был День профсоюзного активиста. Сейчас праздник приобрел республиканский статус и стал Днем профсоюзов РТ. Но адресат поздравлений остался прежним. Люди, чья жизнь связана с профессиональными союзами. Хочу пожелать всем членам профсоюза их более 800 тысяч. Профсоюзным активистам их 120 тысяч. Пусть единство и солидарность, борьба за справедливость будут залогом наших дальнейших успешных действий по защите интересов человека труда. Всем мира и благополучия! Среди мероприятий, посвященных празднованию Дня профсоюзов, особое место заняла научно-практическая видеоконференция по вопросам охраны труда. Она прошла 26 сентября. Вначале гостям продемонстрировали оборудование по профилактике безопасности жизнедеятельности. Затем началась и пленарная часть с обменом опытом и обсуждением проблем. Их накопилось немало. Татарстан по уровню производственного травматизма занимает одно из последних мест при Волжском федеральном округе. Статистика утверждает. В республике на производстве каждые три дня гибнет один человек. Сегодня по статистике Международной организации труда ежедневно на производстве гибнет 6 тысяч человек. Представьте, месяц почти 200 тысяч. Чтобы привлечь внимание к проблеме, профсоюзы объявили 2012 годом охраны труда. Активную позицию занимает профсоюз Татарстана в области охраны труда. И вот эта позиция позволяет как раз снижать производственный травматизм. В Татарстане на производственном фронте охраны труда работают 15 тысяч уполномоченных. Они занимаются общественным контролем в этой сфере. Про таких, как Ленар Кашапов, говорят далеко пойдет. Он работает на Нижнекамснефтехимии без малого 5 лет. Но уже стал старшим уполномоченным профсоюзом по охране труда завода «Этилен». То есть общественным контролером в этой важной сфере производства. Меня всегда интересовала общественная деятельность. Я и в институте как-то себя проявлял и решил на заводе тоже себя как-то проявить. Тем более освободилось место старшего уполномоченного по заводу. Мне предложили, я решил попробовать. По положению, уполномоченный по охране труда профсоюзов должен следить за состоянием рабочих мест, появлять недостатки и по возможности устранять их. Иначе говоря, поддерживать для себя и коллег безопасные условия труда. Работал уполномоченным. Я стал больше общаться с людьми, не где-то сидеть, как бы в кабинете постоянно. И общаешься практически со всем заводом, начиная от рабочих, заканчивая директором завода. Когда документы Ильнара Кашапова послали на отраслевой конкурс «Лучший уполномоченный профсоюзов по охране труда», он о победе не думал. Но вскоре пришлось приятно удивиться. Недавно вот объявили то, что я занял первое место среди уполномоченных по России. Но сначала не верилось, пока не увидел благодарственное письмо. После победы и коллеги поздравляли, и начальство хвалило. Нашему только повезло, у нас есть старший уполномоченный заводовый ксиэтилен от профсоюза, Ильнар Кашапов. Он мне, по-моему, первому позвонил, когда я его поздравил. На нефтехиме так заведено. Активность профсоюзной жизни не только помогает проявить себя, но и стимулирует карьерный рост. Если Ильнар Кашапов начинал прудовой путь с лесарем Кипа, то сейчас он работает уже начальником смены. То ли еще будет, ведь современный профсоюз – это действительно кузница кадров. Сентябрь – самое лучшее время для спортивно-туристических профсоюзных слетов. Погода хорошая, отдых закончился, а главное – после мероприятий море положительных эмоций. Сентябрь, суббота – отличная погода. Если добавить теплую компанию коллег и веселые конкурсы, то понятно, почему с такой радостью собирается молодежь отрасли информатизации и связи на ежегодный профсоюзный спортивно-туристический слет. В этом году он стал пятым юбилейным. На место встречи в Казанской санатории «Санта-2» прибыли 8 команд из предприятий и учебных заведений отрасли, а это более 100 человек. На работе сталкиваемся с проблемами, с зарплатами, со всеми такими взрослыми вещами. И вот здесь я вспоминаю, как мы в институте ночами не спали, репетировали. Ксения Галкина, лучший молодежно-профсоюзный лидер Татарстана 2011 года, приехала на слет в новом статусе. Еще год назад она работала в техниками связи, сейчас уже три месяца трудится в РТПЦ. За эту команду и выступает. Было очень тяжело с репетицией, у нас просто вообще не было времени, все в разных сменах. Но я все равно думаю, мы как-то сплотились так немного, за несколько дней буквально все придумали. Вначале командам пришлось сражаться на Ниве творчества. В год охраны труда и первый конкурс КВН был на злободневную тематику. Так и назывался «Скажи «да» охране труда». Своё «да» команды старались сказать как можно артистичнее. Команды признавались, большинство шуток было из жизни. А в жюри отмечало, что оценивать соревнования было нелегко. Особенно для профессиональных КВНчиков. Даже вот работающая молодежь играет в КВН, это просто отлично. Но все справились и были друг другом довольны. Представители Республиканского клуба «Веселых и находчивых» даже провели небольшой мастер-класс по КВНу. А про охрану труда участники и сами могли провести целую серию мастер-классов. Люди будут задумываться об этом. Даже те вот сегодняшние 100 человек, которые поучаствовали в КВНе, запомнили навсегда про охрану труда и про технику безопасности. После обеда прошли веселые старты и туристическое многоборье. В результате в творческих конкурсах победили студенты, в туристических – представители предприятий. Но на самом деле выиграли все. Драйв, друзья, осень, веселье, теплые воспоминания о профсоюзных слетах надолго остаются в памяти. Традиционно мы рассказываем о гордости профсоюзов, трудовых династиях республики. Сергей Титов для набережной Челнинского КБК – человек-легенда. Он не только первый директор завода, но и руководитель, при котором предприятие стало народным, то есть принадлежащим трудовому коллективу. В годовщину смерти Сергея Титова ему открыли памятник перед проходной картонно-бумажного комбината. В вахте памяти стоял и Алексей Шелепов. Он тоже часть истории молодого предприятия. Продолжение трудовой династии Шелеповых. Когда еще учился, родители работали здесь уже. Брат, соответственно, тоже устроился в свое время. Ну и служив в армии тоже, пошел устраиваться на комбинат. Работа нравится, хорошая, стабильная. Владимир Шелепов говорит, в набережные Челны его закинула судьба бумажного предприятия. Приехал в 1986-м вместе с женой. У нее было распределение после института, а завод активно достраивался. Тогда комбината еще как бы не было, только фундаменты. Мы располагались на базе АТХ. Там стоял фрезерный станок, токарный станок, сверлильный станок. Ну вот так вот. Пришел и потихоньку, потихоньку пошли маленькие работы, скоро ремонтные. И потом перешли уже в новый цех сюда. Владимир Борисович начинал станочником широкого профиля в ремонтно-механическом цехе. Сейчас работает мастером. По его стопам пошли и Шелеповы-младшие. Оба сына выбрали рабочую специальность. Старший – вулканизаторщик, младший – вслесоремонтник. Тут как бы отец, сын на производстве нет. Есть мастер, есть работник. Мы как бы что отец, что брат. Все в разных работах. Мы у каждого своя работа. Когда надо, тогда строгий. Когда не надо, так нормально все. Общий трудовой стаж Шелеповых почти достиг 60 лет. Для предприятия, которому нет и 30, эта цифра очень солидная. Но Шелеповы не кичатся. Занимаются спортом, выступают за цех на профсоюзных спортсоревнованиях и работают на совесть. Так в этой семье принято. Дед дожил до 98 лет. Он сказал, когда еще я в армию ходил, парни, что старшему брату у меня шумеют. Не будьте трусами. Шагайте вперед, взглядите прямо. И все у вас получится. В большой профсоюзной семье Татарстана очередное прибавление. Вступление в профсоюз порадовали работники лесопожарного центра республики. Лесники говорят, после прошедших разрушительных пожаров за охраной лесов в России стали смотреть внимательнее. В прошлом году и пожарно-химические станции обновили. В Татарстане их четыре. Были второго уровня, а стали третьего. Это не просто смена индекса. В станциях сделали ремонт, закупили новую технику. Главное, увеличили количество штатных единиц, то есть прибавили рабочих мест. Люди разные. Есть и пожарных частей. Есть, которые лесники, потомственные, там, детс, дед. Почти сразу после расширения пожарно-химических станций в лесопожарном центре Татарстана решили создать свой профсоюз. Председателем избрали Степана Богданова, который уже является председателем Объединенного правкома пригородного лесхоза. Среди коллектива, значит, всегда что-то лишнего, наверное, говорил. Защищая своих коллег трудовой. Богданов в лесном деле человек опытный. 23 года работает. Вот и попросилась новая профсоюзная ячейка под его опеку. Теперь у сотрудников лесопожарного центра есть возможность получить бесплатную юридическую помощь. Можно обратиться в правком и за помощью материальной. Самое главное, что теперь у сотрудников лесопожарного центра есть настоящий защитник трудовых прав. Это профсоюз. В жизни и на телекранах с вами профсоюзы. Союз сильных. Я рад, что вы знаете. До свидания. Продолжение следует...